Дом с фигурами стоит на пересечении подколокольного переулка и Яусского бульвара. Он находится недалеко от Хитровской площади. По обеим сторонам от арки находятся статуи рабочего и колхозницы. В руках у рабочего отбойный молоток и книга, а у колхозницы – сноб и винтовка. Эти предметы должны были символизировать аграрную, военную, индустриальную и интеллектуальную стороны интересов советского человека. Этот дом был построен по проекту архитектора Ильи Голосова в 30-х годах XX века. Он был предназначен в основном для офицеров Красной Армии, в частности для преподавателей военно-инженерной академии. Дом был возведен на месте сада и домовой Смоленской церкви 1698 года постройки. Они являлись частью красивой усадьбы, которая сохранилась и по сей день, и находится во дворе. Усадьба с конца XVII века принадлежала сподвижнику Петра I, стольнику Алексею Головину. Затем этот участок купил князь Щербатов. В конце 1750-х годов его вдова построила новые каменные палаты. В 1822 году усадьбу купил генерал Николай Хитрово. Благодаря ему появилась знаменитая Хитровка. Хитрово капитально перестроил старый Щербатовский дом в стиле ампир, украсив фасад белокаменным портиком. Наконец, в 1823 году Хитрово купил находившиеся рядом с его усадьбой два погорелых двора – Калустовой и Бажукиной. Они так и не смогли восстановить свои дома после пожара 1812 года. Были снесены руины и расчищена земля. Хитрово предложил московскому городоначальнику Голицыну устроить здесь мясной и овощной рынок. На благоустройство торговой площади Хитрово пожертвовал тысячу рублей. Городская дума приняла это предложение. Площадь замостили и обсадили деревьями, поставили фонари и сделали металлический навес. Хитрово построил каменные склады. Все было готово для открытия рынка, но вскоре Хитрово умер, и рынок по-настоящему так и не открылся. И только зимой на Хитровской площади проводились сезонные мясные ярмарки. Свободное место вскоре заполонили мастера в ожидании работодателей. Для них стали строиться ночлежки, харчевни и трактиры. Так и образовалась знаменитая Хитровка. После смерти генерала Хитрово в 1826 году его наследники продали усадьбу. И в 1843 году она перешла к полковнику Владимиру Орлову. В 1889 году в старинной усадьбе открылась Орловская лечебница для неимущих больных. Она предназначалась в основном для обитателей Хитровки. После революции лечебницу закрыли. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok